В тот день, где-то в районе 16 часов, я совершала пробежку. Вот примерно на этом расстоянии, ну метров к двух, наверное, вон видите, дыра в заборе, выбежали четыре большие светлые собаки. Резко развернулись, бросились на меня. Вот так встретил Энгельс Ларису Хайрову через два месяца после переезда из Саранска. С собой она привезла привычку к пробежкам и была в тот вечер на городском стадионе. Спасла спортивная подготовка. Был шок, вообще был страх, был шок. У меня было какое-то просто дикое желание вырваться, убежать. Мне удалось подняться, и я, естественно, побежала, вырвалась, побежала, они побежали, одна побежала за мной, стала грызть сзади, ну, в ноги, да, понятно, что ноги-то у меня были сзади. Вот, ну, все было в клочья, в крови. Забежала вон в ту будку, в газовую службу. Ну, конечно, со мной было шоковое состояние. Да, 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 попросить помощи. Дальше полиция и вызов скорой в больнице. Лариса увидела свои повреждения. Были две огромные гематомы, две, ну, рвано-царапанные раны, с которых прям реально текла кровь. Мне сделали кучу процедур и, как она называется, против бешенства. Антистолбнячная прививка. Прививка. Вот, собственно, все документы у меня есть. Сообщение о нападениях бродячих собак – это уже федеральная повестка. Новостные ленты пестрят кадрами о нападениях. В Забайкалье летальный исход. Погибла семилетняя девочка. А это вместо будильника на улице Комсомольской. Раскаты собачьего лая здесь слышны уже больше года. За это время дворняги породили не одно потомство. Их здесь регулярно подкармливают. Вот второй завтрак в виде горы пирожков. Наверное, тот случай, когда смело можно сказать, что здесь собака живет лучше, чем человек. Кто может похвастаться такими условиями? Недмиживость в центре города. А также настоящий лесопарк, который раньше скрывал забор. Но после того, как его не стало, оголилось все это безобразие. Постоянный лай и стаи собак на улицах. Головная боль председателя городского комитета дорожного хозяйства Александра Гусева. В конце прошлого года для оплаты услуг по отлову и стерилизации 386 особей было выделено 2,5 миллиона. Завершить эту работу нужно до конца февраля. Только после этого можно будет попросить новый денежный транш из областного бюджета. Сейчас отлов ведется двумя некоммерческими организациями. Это Верный друг и Зооцентр. Если до начала января речь шла об одной бригаде, а не как бы плану, то сейчас это количество увеличено до трех. То есть два микроавтобуса Соболь у них и Нива работают, бригады сформированы. Сейчас они на территории города осуществляют деятельность. Поделен город по зональному, по географическому принципу, чтобы выстроить логистику работы. С представителями обоих организаций встречались, поставили задачу в максимально короткие сроки. Это задачу исполнять, увеличить количество бригад. Реально ли это? В принципе, это реально. Есть определенное количество, согласно субвенции. Мы ее можем использовать за полгода, а можем за месяц. Вот у нас задача максимально быстрая, потому что количество заявок огромное. Заявки принимаются на горячую линию. Как говорит Александр Гусев, с 1 января поступило свыше 400. Попробуем туда добавить и собак с Комсомольской. Сейчас мы попробуем связаться с этой службой. Под аккомпанемент собачьего лая. Дозвониться не получается. Все, вызов завершен. Сейчас многие саратовцы стали замечать, что размножаются и собаки с бирками на ушах. Заведующий Саратовской межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных Николай Родин много лет работает с животными. Сейчас на приеме кот. Стерилизации собак здесь посвящен один день в неделю. Размножающихся дворняк после данной процедуры он объясняет вероятным рукотворным чудом. Нужно конкретно смотреть по животному. Опять же, за какой период это все происходит. То есть, грубо говоря, когда это была процедура проведена. То есть, что было сделано животному. Может быть, просто ее отловили, сделали прививку и отпустили. То есть, в более поздний период, когда не было уже отработано. Это именно то, что отлов, стерилизация, вакцинация против бешенства, бирка на ушко. То есть, может быть, с каких-то поздних сроков. Потом бывают такие случаи, что, ну это мое личное мнение, что волонтеры, например, сами по себе это как процедуру проводят. Может быть, так как бы, ну... Обезопасить, например, животное от повторного отлова, например. Сейчас региональная власть подхватила федеральный посыл на выделение грантов для людей, занимающихся проблемой бездомных животных. Людмила Абушаева руководит приютом «Верность Саратов». Встретить ее в центре города – редкость. Она чаще всего проводит время с собаками за чертой населенного пункта. В прошлом году они тоже занимались отловом по гранту от профильного городского комитета. О новых суммах грантов от области ей ничего не известно. На встречах их не называют. По ее мнению, они должны быть больше тех 500 тысяч, что они получали раньше. 500 тысяч – это на сколько собак? На 200. Мы вот, да, да, да. На 200 собак. Это, можно сказать, что ничего. Конечно, мы разговор вели и о бесплатной стерилизации. Потому что волонтеры в основном на своих плечах вот эту всю стерилизацию несут, складываются, стерилят, да. Сейчас не бесплатно? Это очень тяжело. Нет, у нас нет бесплатной стерилизации. Вот только если мы вот там выиграем вот такие вот гранты, то да. Мы сейчас начали уже вот этот год, вот тот год, да, мы нам тоже выделяли, значит, там аукцион устраивают, а так, да, это вот у нас все равно занимался Дорстрой. Вот, ну а как он занимался? Вот, вы должны, наверное, знать. Как говорят в областном управлении ветеринарии, на сегодняшний день в области насчитывается 10 приютов. Сейчас готовится документация для желающих получить гранты. По срокам это порядка 30 дней. На утверждение положения, появление постановления правительства и выделение денег. Затем конкурсные процедуры. Однако сумма так и держится в секрете. О сумме все-таки скажем чуть позже. Мы сейчас разрабатываем положение грантовое, которое должно пройти определенное согласование в правительстве. И только потом уже, ну это пророгатива губернатора области, председателя правительства, именно определяет уже сумму, которая будет, как бы, вот направлена на грантовую поддержку. Мы обязательно ее доведем до сведений. А пока в интернете растет популярность одной из современных разработок. Саратовцы покупают специальные средства для отпугивания собак. Вообще популярный сейчас этот товар? Отпугиватели, конечно, они всегда популярны. То есть какая модель сейчас наиболее, на что ориентироваться? Вам карманного типа необходимо, или на территорию? Карманного. Наличие в вашем городе одна из популярных моделей, это Рокки Т-100. 1750 рублей стоит такая модель на аккумуляторе. Вот здесь до 5 метров идет. Тем временем Лариса Хайрова продолжает принимать лекарства после нападения собак и хочет записаться к психологу. Средствам от агрессии животных она не особо доверяет. Саратовские друзья мне в один голос посоветовали приобрести газовый баллончик. Какой-то там перцовый баллончик газовый. Ну у меня такого никогда не было, инцидента. Поэтому я не могу сказать, как он сработает в какой-то момент. Успею достать или нет. Может быть проще было бы какие-то службы возобновить, наладить. Потому что не могут же дети, бабушки с баллончиками ходить. Не все к этому приучены. Мы как бы в цивилизованной стране-то живем. Хотя обилие бродячих собак на улицах признак совершенно обратного. Спасибо.